Это только цветочки, но именно они, пожалуй, самый главный и долгожданный подарок на 8 марта. Знак внимания, который для женщин особенно важен. С какого букета начнется праздничное утро, многие мужчины задумываются уже сейчас. Но штурмовать магазины отправятся накануне даты, чтобы выбрать посвежее. Внимание на цену не обращают, чувства, говорят, дороже. Если очень красивый, то и тысячу можно отдать. Главное, чтобы жене понравился подарок. Пойдете накануне за цветами или уже что-то выбрали? Конечно, седьмого, может и в день даже купим. Раненько, утром, пока жена еще спит, можно ей преподнести, сбегать. Жене. Какие? Тюльпаны. Сколько денег не жалко отдать с букет? В районе трех тысяч. Будете дарить кому-то цветы? Родными, говорится, жене, дочерям. А какие цветы? Тюльпаны. Уже выбрали или пойдете в самый канун праздника? На канун праздника, как всегда. К ажиотажу, который наступит ближе к празднику в магазинах, готовы, уверяют продавцы. На полках, как песни, целое море цветов. Нежные, яркие, оригинальные, на любой вкус. Здесь продают розы, тюльпаны, орхидеи, фрезии. Почти все сорта крымские или из Краснодара. Но есть и заморские, например, из Эквадора. Цены в этом году почти такие же, как и в прошлом. На тюльпан стабильно круглый год не поднимается. У нас 80 рублей. Приподнялась цена в этом году из-за нестабильного курса доллара на розу. Роза от 150 рублей. Фрезия 100 рублей ветка, 120 рублей ветка. Хризантема 150 рублей ветка. Альстримерия ветки шикарны по 120 рублей. Вот они стоят подобного плана конверты. И будет просто букет с розы, с альстримерией. И все, завернуты. Ничего не будет. И зелень. И сколько стоит такой? 2000. Считается экзотикой? Нет, это обычная голландская роза. Чтобы букеты продержались дольше, советуют оставлять их в упаковке. И по возможности не ставить на солнце. Стебли подрезать регулярно. А воду, наоборот, не трогать. Любой цветок стоит 7-10 дней. И лучше их не беспокоить. У них создается свой внутренний мир в базе, в домашних условиях. Поэтому лучше не беспокоить. А еще весеннее настроение севастопольцам создает сам город. Он постепенно расцветает. 8 марта цветы украсят квартиры и дома. Чуть позже преобразятся и городские клумбы. Вот уже первые тюльпаны распустились. И если букетом можно без слов рассказать о чувствах своим близким, то украшенные клумбы станут признанием любви всему Севастополю. К началу года в городе уже высадили около 300 тысяч тюльпанов, гиацинтов и крокусов. Продолжат наводить красоту во второй половине апреля. Тогда начнется летнее оформление клумб декоративными растениями. В Ленинском районе должно появиться 35 цветников. В Нахимовском – 17, в Гагаринском – 27, в Балаклаве – 3. Общая площадь цветников составит более 12,5 тысяч квадратных метров. В них войдут все новые скверы Севастополя. Общественное пространство украсят однолетними цветами и многолетниками. Все они выращены в теплицах. Анастасия Синица, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.